Продолжение следует... У меня плохая привычка тебя недооценивать. Когда появлялось препятствие, мне казалось, что ты не справишься. А ты справлялась. Благодаря тебе у нас есть за что сражаться. Наша семья. Привет, ребята! С вами Ира. Время 4 утра. И да, я записываю для вас видео. Сегодня мы трансформируемся в прекрасную Беллу. Итак, перед нанесением макияжа увлажните губы и приступайте к лицу. Наносим на лицо и шею светлую тональную основу. У меня от Макс Фактор, Фейс Финити. Не забывайте распределять тональную основу не только на лице, но и на шее, дабы избежать резкого перехода. И переходим к бровям. У Беллы обычные тонкие брови. Я буду маскировать свои. Сначала наношу матовый мусс от Эссенс. Вы можете сделать это любым корректором. Этот шаг позволит мне и вам визуально сузить брови, если есть необходимость. Затем темно-коричневыми или, как в моем случае, черными тенями, и скошенной кистью я придаю бровям новую форму, похожую на форму Беллы. В завершении еще раз прохожусь по волоскам корректором и высветляю подбровное пространство белыми тенями. Мне также нужно визуально сузить брови. Нос, бронзер или темная пудра в этом нам помогут. Не забудьте растушевывать. Теперь глаза. Тут все просто. Сначала влажной кистью наносим золотистые тени, а затем оформляем складку и внешний уголок сочетанием коричневых и красных теней. Я смешала именно эти два оттенка, потому что они помогают добиться вампирского взгляда, что ли. В конце еще раз пройдитесь влажной кистью с золотистым оттенком. Наклейте накладные ресницы и подкрасьте тушью свои. Лицо у Беллы достаточно овальной и вытянутой формы, без четко выделенных скул. Не считая период беременности, поэтому я затемняю нижнюю часть лица, а именно челюсть, все тем же бронзером, дабы приблизиться к ее форме лица, потому что моя очень разница с ее. И губы. Сначала карандаш, близкого оттенка к вашему родному цвету губ, затем помада, на ваше усмотрение. Я бы отдала предпочтение темной. У меня нужного оттенка не нашлось, поэтому вот что я сделала. Нанесла похожую помаду, сверху покрыла бальзамом и поверх всего вбивала матовые тени коричневого оттенка, кстати, которые я использовала на глазах вместе с красным. Вот такая маленькая хитрость. Только не целуйте Эдварда с такими губами. Эдварда с такими губами. Все, миссис Каллин готова. Мне кажется, в последней части фильма Белла реально обрела саму себя в роли вампира. Если вы считаете так же и вам понравилось это видео, то поставьте лайк. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! После восемнадцати лет посредственности я наконец узнала, что умею сиять. Я была рождена стать вампиром.